Мы поработаем над твоим описанием в анкете. Я хотел бы вообще в целом увидеть, что там написано. Скорее всего, там или какое-то занозство написано, или ничего. Только сейчас анкету. У нас же много удалило. У меня осталось только на православном сайте, но там то же самое. А, православный сайт. Ну, я там ни с кем не общаюсь давно, я поняла все. Это, это, ага. А неправославный сайт есть? Да, но там же, по сути, анкета та же самая. Та же самая анкета, да? Буду сейчас я встретить уверенного, сильного духом, целеустремленного мужчину, который знает, что такое ответственность и защита. Мне нравится, когда говорят, Ярослав, вот как ты учил, ровно так же. Я это читаю, у меня кровь из глаз. Я на этом сайте не засиживаюсь, так как его использую как один из способов встретить того мужчину, с которым у меня будут громче отношения. И на свидание для количества не хожу. Ну, никакая, извини, анкета. Может, тут пару слов есть каких-то, про которые я говорил. Ну, вот мне очень нравится, классика, да? Хочу мужчину, который знает, что такое ответственность и защита. Кого защита? Ну, я себя имела в виду. Женщину я имела. А, ты имела в виду? А, действительно. От кого он тебя должен защищать? Или от чего? Или от кого? От бывших? От твоего фан-клуба? Ну, понимаешь, тебе кажется, что здесь написано... То есть, если я тот мужчина, я должен узнать в этом себя. А я не могу... Даже если я ответственный и, допустим, надежный, так сказать, я себя в этом не узнаю. Потому что здесь просто слова. И, конечно же, такая анкета... Так, я свободна, красива, уравновешена. Мне по душе женские увлечения для уюта. Вышивание крестиком, кулинария, искусство, литература, кулинария. Два раза кулинария написано. Давно не заходила? Нет, это нормально. Я не критикую, я просто описываю. Это не самая худшая анкета, если что, да? Тут хоть что-то написано. Хуже всего, если бы вообще ничего не было написано. А где тут рост, вес? Нету? По-моему, был, но, может, я их скрыла. А, ты скрыла. Но там есть полный рост. Я выставляю, если что, фотки в полный рост всегда. Неудачно я выставляю все. О, фотографии, да, спасибо, что... Там, по-моему, можно только одну. На этом сайте конкретно. А, только одна. На этом сайте. На остальных можно много, я выставляю много. Это свежая фотография, буквально ей вот несколько месяцев. Один, может быть, два. Так, я вам покажу. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема – это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать. Вторая тема – это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. И третья тема – это как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Это уникальный курс авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, осознаете, вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все эти темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к вас, к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Ну, нет, фотография это в целом... Я там в белом, я обычно хожу в жизни в белом. Ага. А сегодня что? Сегодня... Сегодня черный день. Ну, видно или нет? Вот одна фотография. Почему на это мужчины не клюют? Потому что когда у женщины одна фотография, это вызывает подозрение. Да, значит, есть что скрывать. Но у девушек есть такая штука, что они думают, ну, если мужчине интересно, он же захочет со мной встретиться. Серьезно? Целеустремленный, который работает по 8 часов в неделю? Ему не хрен делать больше. Он такой, о, красивое лицо, да, там, или красивое платье. Интересно, как в жизни. Ну, не мысли так, мужчина. Как раз вот бездельники, вот эти маменьки и сынки, веганы, сыроеды, которые в блаженстве находятся. Хорошо. Ну, ошибки, да. Это понятно. Это база, это классика. Классические ошибки на сайте знакомств, в анкете, в фотографиях. Переписка. А можно переписку какую-то посмотреть, может быть? Надо найти, где я кому-то отвечала хотя бы, потому что тут куча переписок, где просто мужчина... Ну, да, понятно, что где-то отвечала. Ну, я не могу ее найти. Сейчас. Надо очень далеко ли стоять. Очень удобный сайт, я так понял. Ну, вот, например, агрессивное мое сообщение. Я общаюсь, ну, вот. Это просто первое, что я нашла. Это не переписка, просто первое, где я ответила и нашла. А тебе иностранцы им устраивают? Нет. Это сайт, который люди из города друг друга находят? Или как там работают? Разные страны, разные города. Но в большие случаи пишут из своего города? Нет. Еще раз повтори это. То есть я на сайте знакомств, где большинство людей не из моего города. Но я есть на сайте знакомств. Это феноменально. Я обычно всегда говорю, я не знаю там, да, что я писала. Я никуда не переезжаю. Ну, то есть... Слушай, тебе, ты вот в моих словах, тебе со стороны, ты понимаешь всю странность ситуации? Что ты делаешь все то, чтобы у тебя не было отношений. Ты не делаешь ничего, чтобы они у тебя были. И то, что ты говоришь, что ты есть на сайте знакомств, тебя нету там. Потому что ты на сайте, где люди не из твоего города. Даже. И поэтому говорить, что есть на сайте знакомств, это для галочки. Знаешь, что я для галочки что-то делаю, типа делаю. Но точно ли я делаю действия, которые влияют на результат? Точно ли это действие создают результат или создают имитацию бурной деятельности? Так, привет, отличная страничка. Спасибо, Николай. Можем на ты перейти, если ты не против, как золотая осень проходит? Он спрашивает. Спасибо, проходит отлично, а твоя? Это супер моя насыщенная, что даже не успеваю в полной мере насладиться, наверное, самым любимым моим временем года. Чем занимаешься, увлекаешься, как свободное время проводишь? Николай, про алкоголь на странице написано без преувеличений. Один-два в месяц, если не секрет, конечно. Делать из этого секрета точно глупо. Были разные периоды, иногда ноль раз в месяц, иногда и больше. Просто вся моя жизнь связана с авто и мото, и я не шучу с этим. Я так понимаю, это важный момент, раз ты спросила, и у тебя на страничке от него полный отказ. Очень жаль, Николай, ты мне так понравился. Да, все верно, я никогда не пробовал алкоголь, курение и не планирую. В моей жизни все хорошо, не до этого. Но выбор других уважаю, успешных поисков, потому что он пьет два раза в месяц. Потому что он пьет, он выпивает. Два раза в месяц? Да. А можно его фотки увидеть? Анкеты его. Так, я даже не знаю, кто это давал. Ты можешь перейти на его анкету и посмотреть? Я даже не знаю, когда я с ним общалась. Да, это вообще нет. Нету фотки, нету. Возможно, у меня в ЧСЗ, я не знаю. Нету фотки. Налицо абсолютно набор действий, которые, знаешь, как будто бы себя оправдать, что я что-то типа делаю, но по факту ничего не делаю. По факту ничего не делаю. И наоборот, делаю все то, чтобы как будто бы себе доказать, что достойных мужчин нет. Как будто доказать себе в чем-то правоту, что я права в своих убеждениях, что мужчин хороших нет, что мир сошел с ума, а я одна правильная, потому что не пью, не курю и так далее. Один-два раза в месяц. А кто тоже считает, что если один-два раза в месяц мужчина пьет, то все? Я так понял, тут есть пьющие и побольше. Раз в месяц. На самом деле, в твоем случае, чтобы твоих целей достичь, все, у тебя просто 30 свиданий в месяц. Тебе нужно делать контринтуитивные действия. Ты слишком правильная, слишком святая. Как ты понимаешь, это в твоем случае ограничение. Мужчин это пугает. Ты слишком пытаешься вогнать свои какие-то убеждения, которые вообще до конца ты даже не подвергаешь сомнению. Да, мужчина-предприниматель. А я наоборот бы сказал, милая моя, тебе не нужен мужчина-предприниматель. Потому что предприниматель это риск, это выход за рамки. А ты вот такая, ты как квадрат. Все структурно, все правильно, все четко. Вот так должно быть. Как ты себе представляешь жизнь предпринимателем, а его жизнь с тобой, как ты представляешь? Как на пороховой бочке. Так а ему как с тобой будет? Тебя сдвинуть с места очень сложно. Ну то есть ты в рамках своих убеждений, ты очень статична. Тебе наоборот мужчина подойдет как раз стабильный, как раз рациональный, как раз который не лезет за рамки. Не хотелось бы. Не хотелось бы? Нет, вообще нет. Я не по тем, ну мне не нравится, когда все стабильно, ровно. Как тебе кажется, что ты сейчас делаешь? Ну как, что я делаю, что я сейчас, прям сейчас? Ты предлагаешь мне вариант, который мне подойдет, я говорю, что нет, мне не подойдет. С мужчиной ты тоже так общаешься на свиданиях? Ты со своим предпринимателем, бизнесменом будешь дома так же общаться? Когда он тебе будет что-то говорить, а тебе, ты понимаешь, что он не то говорит, ты вот так же будешь ему отвечать? В таком же стиле? По типу не хотелось бы? Он не выведет, он уйдет. Он или будет бить тебя, или уйдет. Ну если он адекватный, он уйдет. Если он неадекватный, он будет тебя бить. Ну, то есть мысли абьюзером будет, ну вот эта типичная история. Как думаешь, почему? Потому что я жесткая. Потому что я категорично отвечаю. Жестко и категорично. Так что с этим будем делать? Ну, работать со мной, а не выбирать таких мужчин. Я не хочу такого мужчину, я хочу, значит, себя как-то выстроить. Работа уже идет. Ты же пришла для этого. Работа уже идет здесь. Но я тебе говорю честно, ну, предпринимателю будет с тобой сложно. Я тебе говорю, может быть, тебе они нравятся, может быть, ты в них видишь какой-то там идеал. Им будет с тобой сложно. Не потому что ты плохая. Важно понимать, плохих нет. У каждого человека есть свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Так выдержит такое общение, выдержит слабый мужчина. Податливый мужчина, ну, который себя не уважает. И который в этом не будет видеть ничего плохого. Он будет, ну, да, мама со мной так общалась. Мама мне тоже рот закрывала. Так а где открытое общение? Ты хочешь гармоничных отношений? Гармоничные отношения — это открытое общение. А я понимаю, что с тобой нельзя быть открытым. Потому что если я вдруг тебе что-то скажу, тебе не понравится, я услышу агрессивный ответ. Я не говорю, что со мной нужно соглашаться. Но дискуссия — это не обязательно соглашаться или категорично рубить. Это дискуссия, это разговор. Слышал. 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 Слышал.